всем привет значит сегодня хочу показать как вязать одну из любимых моих нахлостовых мух в принципе это нахлостовые мухи из можно сказать так разряда патрич просто почему разряда потому что мух этих огромное множество по большому счету они отличаются только размером цветом и пером то есть может быть коротенькое перо наклоненная вперед сухая более длинные наклоненная назад мокрая вот перо также может быть из хвоста петуха из куропатки и так далее то есть вот поэтому в комбинации разных материалов муха изменяется но принцип то ее один и тот же то есть наматывается тело задается цвет и устанавливается перо в зависимости от водоемов и в зависимости от наших каких-то предпочтений также тело это можно намотать из каких-то других материалов из дабинга из павлина но об этом будет рассказано немножко других видео давайте посмотрим как сделать самый элементарный патриш я буду сегодня использовать как основной цвет такой вот нитку значит это шелк но также можно еще использовать очень хорошо но я еще расскажу только свои какие-то предпочтения очень хорошо работает вот такой желтый немножечко ну тоже хорошо скажем вот такой вот оранжевый работает называется fire orange то есть огненно-оранжевый зеленый хорошо работает на уровне с оранжевым но обычно вместе они не работают . неплохо работает олива но почему-то у меня она работает только летом не осенью не весной она не работает потом ни разу у меня не удалось на серый патриш на грей ничего не удалось поймать терпимо работает такая вот олива вот я прошу прощения это олив грин называется это просто немножко половили летом на фиолетовый ну и потом вот такие вот уже оттенки идут голубой синий тоже буквально пару дней каких-то там был дурной клев на эту на этот цвет а потом просто почему-то перестала клевать оранжевый я уже показывал две нитки что одна что вторая называется orange но если мы посмотрим одна более такая темная другая более ярко это разные производители но везде называется orange так что не всегда получается угадать цветы очень часто приходится выбирать на глаз да к тому же еще нужно сказать что вот такой вот розовый цвет почему-то в этом году это хим сезона и на этот цвет очень хорошо ловилась кстати вот такой вот еще тоже цвет очень хорошие это же один из моих любимых на него тоже очень хорошо клюет это флуоресцентный fire orange значит берем сейчас фонарик и вот мы видим что флуоресцент вот это прямо горит все остальные цвета но вы наверно плохо видите потому что лампа ярко светит все остальные цвета они не флуоресцируют вот но именно что бывает иногда именно что нужно чтобы нитка была флуоресцентная значит ладно хватит разглагольствования хватит все это рассказов я думаю вы и сами сможете без меня все это выяснить значит берем вот такой крючок в принципе крючки могут быть больше меньше но как правило они прямые можно использовать круг крученые но крученые в основном как мои наблюдения лучше использовать для мокрой мушки для сухой лучше все-таки почему-то привод использовать никаких здесь хвости как ничего нету она что взяла вот этот крючок ну наверно потому что они просто под рукой были ну и как бы сказать это средний размер самый такой можно сказать оптимальный как монтажку будем использовать черную 80 закрепляем ниточку обрезаем лишнее значит вот сейчас вот мы берем этот шелк я вас хотел сначала показать вот такой вот но обратил внимание что у меня в коробочке вот этого почти нету то есть более темные есть более светлых нету так что давайте я сделаю более светлых парочку мужик ну конечно покажу одну но для себя лично там сделаю еще немножко чтобы они были значит вот эту вот нет ее лучше не использовать через бобинодержатель потому что эта нитка начинает ворситься значит мы эту нитку или можем взять под резиночку под такую как вот я показывал как сделать ее у меня все это есть на канале можете посмотреть или я просто вот беру допустим отматываю я знаю что я сегодня хочу штуки четыре таких мушки связать что были вот пока что мне вот такого кусочка хватит и закрепляем я эту ниточку буду наматывать рукой совершенно там никаких проблем нету рукой или с бобинодержателя даже я вам скажу что иногда рукой сформировать тело бывает очень даже хорошо получается до загиба мотаем и увозим ниточку к тому месту где у нас должно крепиться перо ну это где-то если взять вот все тело длину это где-то 1 5 в принципе сейчас есть такой нюанс мы можем вот этой вот оранжевой ниткой формировать тело одновременно же мы можем более тонкой черной ниткой сформировать тело оранжевой только покрыть но есть у этого материала еще такой нюанс что мы нитку можем просто как бы раскрутить она станет более плоская более тонкая естественно тогда она будет занимать меньше места а можем наоборот крутить иногда будет более толстенькая я переворачиваю потому что мне так удобнее вязать чтобы не цепляться за острие крючка вы давайте наматываем вы конечно же мотаете так как удобно вам мне просто так вот удобно кстати нужно сказать что в этой мухе из-за того что здесь очень низкий конус можно делать конус вот сейчас вот просто сначала я начал этой ниткой плести плоской вот сейчас же мы можем просто ее закрутить для того чтобы увеличить конус чтобы не делать второй слой чтобы у нас было аккуратное тонкое тело у мушки а можем сделать более тонкой черной ниточкой добавить конусность потому что конусность как известно в нахлостовых мушках очень важное дело ну собственно говоря все я дошел до того места где надо крепить нитку закрепляем ее тремя оборотами лишь не обижаем из нее у нас получится еще несколько мушек еще пару оборотов и сейчас можно сюда закрепить перышко гризли это из хвоста тушка смотрим по высоте бородок вполне подойдет значит распушаем здесь нужно вот именно в этой мушки нужно сделать буквально пером один полтора может быть но силы два оборота не больше потому что больше это уже будет лишнее и нужно чтобы вот наше перо если мы на него обратим внимание она у нас как бы такой вот полукругом то есть нам нужно так ставить перо что вот этим полукругом перья были наклонены вперед и одновременно нам еще нужно одну половинку пера ободрать наматывать мы перо можем накручивать по ходу навивки нитки или можем против значения это никакого совершенно не имеет поэтому ну как-то легче она наматывается по ходу навивки нитки поэтому я обзиру более удобно для меня сторону не надо обзирать все перо подкладываем под 45 градусов выбрасываем ниточку одновременно смотрим чтоб перышко наши не перекрутилась уводим нитку к колечку буквально три оборота для того чтобы прихватить перо хватит вот и сейчас делаем перышком 1 два оборота здесь больше не надо ни в коем случае мушка маленькая мушка компактненькая и очень я вам скажу уловистая я когда-то на канале делал такого плана мушку свою первую там конечно у меня получилось полное рожно но тем не менее даже прочно что было там ведь какая маленькая маленькая такая вот здесь получился пушечка вот так даже то рожно что получилось там у меня она это отлично ловила рыбу и после того как я поехал я снимал видео я на следующий же день ну то есть я готовился к рыбалке на следующий же день делаем узелок ставим я на следующий же день поехал на рыбалочку и очень хорошо на ту мушку отловился здесь есть тоже один нюанс что когда ловишь на свою мушку этого испытывается определенное удовольствие все обрезали ниточку разровняли наше перышко и ставим точечку лаком все наша мушка готова на этом все что я хотел сказать я сказал другие варианты этой мухи конечно я не буду показывать все цвета всевозможные вот возможно я покажу еще другие варианты создания тела но собственно говоря все это делается одинаково здесь я намотал шелк где-то можно на него мотать дабинг где-то можно намотать люрикс еще какие-то материалы но в принципе муха очень и очень уловистая вот ну и конечно же размер этой мухи вы подбираете по себе ну и также вот если берет камера если видно получилось как что первую половину я промотал одним слоем а вторую уже у меня пошло два слоя и точнее не два слоя скручивал нитку на получала более толстая то есть половина мушки получается как бы прозрачная в некоторых случаях это тоже очень хорошо влияет на поклевку очень положительно потому что рыба все-таки она привыкла что какие-то личинки они имеют какую-то прозрачность и как-то ее все таки это провоцирует на поклевку но даже такой как вот вы сейчас видите не очень яркий цвет очень хорошо работает вообще я поговорил про рейтинги цветов про этой мухи мне оранжевые оранжевые на втором месте кислотно-зеленые вот особенно оранжевый флуоресцент да любые вот оранжевые цвета почему-то ну по крайней мере может быть и на водоемах где я ловлю очень хорошо работают и практически по любую рыбе ну собственно говоря на этом все всем спасибо за внимание до встречи в следующих видео